Следующий вопрос. Если у человека вышла мани, допустим, после полуакта, и он что, взял гусль после этого? А после того, как он взял гусль, у него опять вышла что? Мани. У него опять вышла сперма. То есть человек, у него вышла мани, после этого он взял гусль. После этого что? Опять вышел мани. То есть имеется в виду остатки прошлого мани. Остатки прошлого мани. То есть обязан ли такой человек, что делать? Обязан ли такой человек взять гусль еще раз? Или нет? Вот такой вопрос рассматривается. Первое мнение в этом вопросе говорит Загаба Шафи и Валлейфа Ахмад Хиривая. Считает имам Ашафи, а также Лейф Ибн Сааб, а также имам Ахмад в одном из реврятов от него, то, что в данном случае он должен еще раз взять гусль. Еще раз взять гусль. Исходя из слов посланника Аллаха, то, что гусль необходимо взять, если вышла мани. В данном случае мани вышла или нет? Вышла так или нет? Во второй раз вышла. Поэтому что они говорят, что такой человек обязан взять гусль еще раз. Второе мнение в вопросе. И считает имам Малик, а также имам Ассаври, а также Исхак Ибн Нурагавей. И это более известное мнение от имама Ахмада. То, что в данном случае человек не должен брать гусль повторно. И достаточно ему взять Малое Амовение. Достаточно ему взять Малое Амовение. А почему Малое Амовение обязан взять? Потому что вышло что-то из полуоргана. Так или нет? То есть выход чего-либо из полуоргана обязан взять Вуду. Это основа. Передал Ибн Нурагавей это второе мнение со слов двоих подвижников. Али Ибн Абиталиева, а также Ибн Аббаса. Что касается Али Ибн Абиталиева, то от него это недостоверно. Так? В Иснаде есть Аль-Харис, Аль-Ауар. Каззар. Так или нет? Каззар. То есть ложная передача от Али Ибн Абиталиева. Что касается Ибн Аббаса, то от него это пришло с достоверным Иснадом у Ибн Аль-Музира. Так? Второй том, 112 страница. А также Ибн Абишейба, первый том, 139 страница. И также это мнение второе. А в чем оно заключается? Второе мнение. Человек должен взять Вуду или не должен? То, что не должен взять Вуду. Также оно принадлежит Ата и Зугри, и другим. Так? То есть два мнения в вопросе, поняли? Первые говорят, должен взять Вуду. Вторые говорят, не должен взять Вуду. Теперь третье мнение. Узагаб Абу Ханифа фиривая. Считает Абу Ханифа в одном из древоятов от него. И также это мнение передается некоторыми от имама Ахмада. То, что если он не мочился после Вуду, так, то есть не справлял малую нужду после Вуду, то есть он взял Вуду и Мани вышла сразу. Так? Не мочился после Вуду перед выходом Мани. То он Гусль брать не должен. Потому что это остатки того Мани, от которого он уже взял Гусль. При чем здесь справление нужды? Кто скажет? Потому что шлангер. Да, то есть они говорят, если человек взял Гусль, так, потом что? Потом, да, не справлял нужду, так, не справлял никакую нужду. И у него вышла Мани второй раз. Говорят, это просто остатки Мани, которые остались в половом канале. Так или нет? Говорят, а если бы он мочился, справил нужду, а после этого уже, потом через некоторое вышло время, через некоторое, что? Время вышло Мани. Тогда это он должен взять Гусль повторно. Так как отсюда понимается, что это Мани уже не просто остатки первого Мани в половом канале, а уже второй, новый Мани. Понятно ли? Это третье мнение в данном вопросе. Сумма хараджа Мани фала Гусля Али. Так это прочитали. Лианну аббасияту Мани аль-Лазия втасаламингу. Уа-илла фаяджу бун Гусль. Если же человек говорит, справил нужду, а после этого у него вышло Мани, это уже говорит о том, что это не просто остатки первого Мани, а второй, новый, повторный Мани. Значит, что в этом случае он уже должен взять Гусль. Варуя анаби Ханифа аксу газа. И Атабу Ханифа передает так же мнение наоборот. Так же мнение наоборот этому своему же мнению. Ясно или нет? Три мнения в этом вопросе. Понятно же? Понятно же три мнения в этом вопросе? Говорит Калил Халал, сказал Аль-Халал, рахимауллах, таваатарат ар-риваят анаби Абдиллах и Ани Ахмад. То есть все практические риваяты, которые приходят от Абу Абдиллах, то есть от имама Ахмада, говорят о том, что То, что он не должен взять, не должен в данном случае брать ничего, кроме малого омовения. Справил он малую нужду или не справил он малую нужду? То есть приписывать это третье мнение к имаму Ахмаду является не совсем правильно, потому что большинство риваятов от него пришло без этих ограничений, То есть без ограничения справления малой нужды или нет. И на этом остановилось его мнение. То есть мнение имама Ахмада, то что это повторный выход мани после гусля, не влечет за собой обязательности брать гусль. Понятно ли? На этом остановилось мнение имама Ахмада окончательно. Культу, говорит Шейх Мухаммад Хизам, и это мнение является правильным, потому что человек не должен брать гусль. Потому что, говорит, выход мани после того, как человек взял гусль, при этом он не делал ничего, что могло бы стать причиной выхода нового мани, то есть полуак не совершал, ничего не сделал. Это все указывает на то, что второй вот этот мани, который вышел после гусля, это всего лишь остатки первого мани. От которого он гусль уже взял. Но, как называется, запоздал выход этого второго мани, потому что, как называется, половой орган был в состоянии возбуждения. А после того, как он взял гусль, и половой орган перестал быть в состоянии полового возбуждения, вышло, что остатки первого мани. И Аллах говорит, лучше знает. И это выбор шейха ибн Убаза и шейха кого? Усаймина, рахматуллахи, рахматуллахи, рахматуллахи. Исходя из этого, братья, вопрос какой разобрали, значит. Вопрос, если у человека вышла мани, после этого он взял гусль, и после гусля вышла мани повторно. Сказали, что в этом вопросе три мнения. Некоторые говорят, этот повторный мани заставляет человека взять гусль еще раз. Другие сказали, что гусль брать не обязательно, достаточно взять вуду Третьи сказали, что если человек после гусля справил малую нужду И после этого у него вышла мани, тогда что? Должен взять гусль второй раз Так как это указывает, что этот мани новый Если же он не справил нужду, а мани вышла сама по себе второй раз Тогда, говорит, гусль брать не должен, так как это остатки первой мани И сказали, что правильное мнение в вопросе То, что человек не должен брать гусль в данном случае Так как раз он ничего не делал для выхода второго мани Это указывает на то, что это остатки первой мани от которого гостер он уже взял. Ясно или нет? Исходя из этого, правильное мнение, то, что гостер он брать не должен, но должен взять что? Буду. Однако, если человек знает себя, знает о том, что он болеет какой-то болезнью, болеет какой-то болезнью, которая способствует тому, что может выйти у него мани, без всяких причин, и у него есть сомнение, что, возможно, эта мани вторая, которая вышла из-за болезни, тогда человек должен взять гостер. Как мы сказали, как мы разбирали в одном из прошлых вопросов, так или нет? То, что выход мани, исходя из слов пророку Салава Ассаляма, обязывает человека взять гостер. Однако, если человек знает, что он здоров, и у него таких вещей не происходит, тогда что? Густер он брать не должен. Ясно или нет? Окончательный мнение вопрос.